Утром первого, мы на месте. Тринанс за руководством, вручили львы, тускулы поезды. Из-за принят, уезжаем. Пожар человеческими жертвами произошел в Шимкенте. Ночью примерно в половину одиннадцатого сообщение об этом происшествии поступило с проспекта республики дома 17А. Вызывавшие жители пятиэтажки сообщили, что горит одна из квартир. По тревоге на место пожара выехали три спецавтомашины и одиннадцать человек личного состава. По прибытию не обнаружили, что в квартире горит мебель и вещи. Дым охватил весь подъезд многоэтажки, людей пришлось эвакуировать. Всего эвакуировано было 28 человек, в том числе дети. В течение 35 минут пожарные ликвидировали огонь. В одной из комнат при обследовании пожарные обнаружили труп женщины. Сейчас полицейские дознаватели Управления по чрезвычайным ситуациям выясняют причины пожара и гибели человека. Вечером примерно в 8 часов авария произошла на пересечении улицы Рыскулова и Шаяхметова. Здесь столкнулись автомашины Шкода Октавия и ВАЗ-2199. Со слов очевидцев, Шкода проезжала перекресток по улице Рыскулова на зеленый сигнал светофора, а ей на перерез улицы Шаяхметова выехала Самара. После удара Шкода вылетела на обочину и сбила двух пешеходов, стоявших у перехода. В результате один из пешеходов получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас полицейские выясняют, кто виновен в этом происшествии. Сотрудники Нбекшинского РОВД провели день открытых дверей для женщин, пострадавших в результате насилия в семье. Главная цель этого мероприятия – предотвратить случай насилия в семье. Для этого мы принимаем женщин и ведем профилактическую беседу с теми, кто притесняет женщин. Как оказалось, не все знают о законе, защищающем женщин от домашнего насилия. Эта посетительница, не раз страдавшая от рук мужа, лишь недавно узнала, что закон стоит на ее стороне. Вчера муж пришел домой в пьяном виде, на почве ссоры, он меня оскорбил. Это уже факт неоднократно повторяется. Раньше я не знала, что существует такой закон о профилактике бытового насилия. Мне про это сказали участковые, я написала заявление. Участковые 10 дней приходили, проверяли, беседу проводили с моим мужем, постановлением суда, его арестовали на трое суток. Вроде бы с каждым разом налаживается отношение, пить уже меньше стало, но повторяется, иногда пьет, выпившим. Как говорят полицейские, профилактическими беседами закон не ограничивается. В случае систематического ислезания детей и супруги, мужчина может быть и осужден к лишению свободы. Субтитры создавал DimaTorzok